Пропадают базы, пропадают все твои, блин, эти штучки для маникюра, потому что она стоит у меня, блин, два года уже, и я открываю, а там чисто слезняк какой-то. Ну, понятное дело, я его выкину. Хочется накупить каких-то миниатюрок, но я не знаю, захожу у нас в Харькове, я думаю, у вас тоже есть, это мировая по Украине сеть French. Всегда спрашиваю, есть ли у вас миниатюры какие-то, у них постоянно, блин, только вот такие бутылки огромные. Они пробовали Акриелем донаращивать? Был у вас синий, подожди, у меня был голубой, у меня голубой был прошлый. Привет. А я не знаю, какие интернет-магазины есть, какие хорошие, потому что я, допустим, прихожу во Френч и смотрю на типсах, как они выглядят, то есть я их могу потрогать, там, усмирить на блики, там, ну, это все, как бы, какой он тусклый, не тусклый и тому подобное, ну, там целая система у меня выбора. Ель-лаков я могу даже их там, ну, если чем-то неприятным отдает ель-лак на типсах, и бывает такое, может, свежевыкрашенные, которые, я не знаю, но есть такие прям вонючие какие-то, я не беру такие, и хочется именно выбирать, так, чтобы видеть. Я с Харькова. Кстати, закупала я материал себе в тот момент, когда жесткий карантин был, когда все было закрыто, и я покупала подпольно в магазине маникюрном, то есть я заказала на сайте, они мне через черный ход вынесли это все, я забрала, то есть как бы настолько было жестко, я тогда такая, мы не нужны материалы для работы. У меня от кофе, короче, постоянный сушняк. Каждый день у меня есть традиция, это сходить выпить кофе, пойти в АТБ, купить полторушку Мошинской, именно Мошинской зеленой. И вот получается всегда, что из-за того, что я не докладываюсь в материал, у меня получаются вот эти вот, такие, как если его не подпилять немножко, то может поломаться ноги. Привет, с Одессы, привет, с Харькова. Там вроде бы все нормальные уже. А еще, кстати, я изначально, о, опять вот просьбые подъехали. А еще, кстати, я изначально перепеливала себе боковые параллели, и они у меня получались очень сильно такие странные, то есть оно вроде бы изначально нормально выглядело, а потом, когда отрастало, это как ступенька прям. Чего на украинской разговариваешь? Я уже рассказывала и, можно сказать, оправдывалась, потому что реально звучало как будто оправдание. Я уже рассказывала почему, потому что я живу в Харькове, здесь мое окружение разговаривает на русском. Если мое окружение будет также разговаривать на украинском, то я, конечно же, тоже перейду. Дальше развивать эту тему и рассказывать по типу того, какая разница, кто на каком разговаривает и тому подобное, я уже не хочу, потому что реально отвечать по 10 раз на эфире, почему не на украинском разговаривать, то это уже слишком. Не сплю, уже на пол второго. Ну да, поздновато уже. Есть люди, которые адекватно, нормально спрашивают, и вот понял. А есть, вот были там в эфире, не знаю, сидят еще или нет, которые просто начинают затрачивать, и после таких людей, которые тебя именно, не хочу говорить, затрачивают. Ты уже 300 раз это слово сказала. Но, в общем, когда люди тебя доводят, ты уже потом на всех остальных людей тоже в агрессию упадаешь, поэтому надеюсь, я не сильно-сильно ответила. Спокойной ночи. Ребятки, жду вас у себя в Инстаграме. Мне будет приятно, если вы присоединитесь ко мне и туда. Спокойной ночи. Мне было очень приятно с тобой поговорить. Наверное, тоже пойду уже не спать, уже ходить с эфира. Мне еще нужно юни бы почистить, покупаться. Эти ритуалы, блин, меня занимают, наверное, минут сорок. Поэтому, если я сейчас даже пойду собираться ко сну, готовиться, то это все равно поздно. Мне еще надо завтра утром проснуться рано, чтобы написать ортодонту, что у меня отпал брекет. Еще на почту мне нужно забрать посылки. У-у-у, вот поменьки насыщие. Мы все в этом снегу. У нее все волосы в снегу, у нее глазарь красный. У нее руки в снегу. Я не вижу здесь ничего прекрасного, извини меня.